Всем привет! Сегодня продолжаем тему осенне-зимнего гардероба. Я очень рада, что вам так нравится эта тематика на моем канале. И дабы не затягивать, скажу, что сегодня мы будем разговаривать о теплых, уютных, комфортных, базовых, но также оригинальных и интересных женственных вещах. Поехали! Осень и зима это, конечно же, очень атмосферное, уютное время года, но я, как настоящая мерзлячка, не очень хотела бы отказывать себе в каких-то долгих прогулках, в поездках, только потому что у меня нет соответствующей одежды, и я, возможно, замерзну. И первое, что я вам покажу, это просто незаменимые вещи в холодное время года, этот костюм даже на вешалке выглядит самым уютным, комфортным и теплым в мире, и на деле так оно и есть. Сегодня все трикотажные вещи, которые мы будем рассматривать, будут от бренда SLIRA. Еще летом я показывала вам их летнюю коллекцию, там были такие шикарные женственные платьица, и оказалось, что зимой у бренда SLIRA есть не менее качественные, классные, шикарные новинки, поэтому сегодня в полных образах с примеркой мы рассмотрим именно их. Возвращаясь к костюму, глядя на него, прям хочется, чтобы сразу выпал снег, отправиться куда-нибудь в горы, зажечь камин, налить себе чего-нибудь теплого, и вот так комфортно присесть и просто релаксировать. Но life is brutal, как мы знаем. Этот комплект действительно спасет вас не раз, когда вам нужно будет быстро куда-нибудь выбежать, и при этом хорошо выглядеть на всевозможные прогулки с ребенком, с собакой, в поездке, опять-таки. Этот костюм чудесно смотрится и со спортивной обувью, с какими-нибудь обычными ботинками, или более интересными, яркими, или с угами, если вы их носите. В общем, костюмчиком я очень-очень довольна, но я еще раз должна говорить о том, что серый это мой самый любимый цвет. Я обожаю серый за то, как чудесно он сочетается со всеми остальными, даже более яркими. Ну, в общем, это моя любовь. Я должна сказать, что трикотаж вовсе не обязательно должен быть таким обыденным, очень скучным, безликим, неинтересным. Есть такие модели, которые смотрятся настолько женственно, элегантно, стильно, утонченно и дорого в хорошем смысле этого слова. В качестве примера я хотела бы показать вам платье Миди, которое я опять-таки заказала на сайте SLIRA. И я, конечно же, отдаю себе отчет в том, что оно лучше смотрелось бы на девушке, которая повыше, постройнее. Но это платье из плотного трикотажа, здесь довольно крупная вязка. И когда я выбирала это платье на сайте, мне сложно было понять, насколько плотное само платье. То есть, будет оно просвечиваться или нет, оно у меня в белом цвете. На сайте также представлены разные расцветки. Я буду носить это платье с каблуком, конечно же, в холодное время года это будут ботфорты для того, чтобы как-то не разрезать свой силуэт. Вы знаете, да, что Миди красивее всего смотрятся с чем-то, что продлевает нашу ногу. И это платье выглядит настолько красиво, что когда мы снимали примерку, все просто головы сворачивали, настолько эффектно оно выглядит. Если для вас это слишком яркий вариант, то также есть другие расцветки. Если вы хотите более тонкий трикотаж, то также на сайте Зеллира есть другие модели. Ну вот, я не знала, какую выбрать. Вот это я очень довольна. Оно, конечно, потрясающее. Следующее платье более скромное, но не менее комфортное. Кстати, ссылки на все вещи я оставлю внизу. Вы можете пройти на сайт и ознакомиться с составом, чтобы я сейчас ничего не напутала. Но я должна сказать, что мы снимали примерку при температуре 26 градусов. И даже в шерстяных вещах мне было, ну конечно же, мне было жарко, но все равно не было такого ощущения, что поскорее хочется вот это все с себя снять. То есть они настолько мягенькие. И даже если в некоторых изделиях есть небольшая примесь синтетики, я так понимаю, что микс делается для того, чтобы за вещами было проще ухаживать, чтобы они дольше служили, там не скатывались, все такое. Все равно телу не было, вот знаете, как-то душно. Иногда, вот знаете, надеваешь что-то и тебе прям настолько неприятно, что тебе хочется поскорее это снять. С этими вещами я ничего такого не испытала. Платьица. Платьица, казалось бы, самая обычная, но это не совсем так. Сразу видно, что оно выполнено из хорошей пряжи, что качественно проработаны все детали, что нигде не будут расходиться швы. И вот у него прям настолько правильная длина до колена, оно хорошо будет смотреться и с плоским ходом, и с каблучком. Но в примерке я специально показала образ с такой спортивной классической обувью в сочетании с интересными деталями и классическим женственным пальто. Мне кажется, что образ получился очень интересным, оригинальным, необычным, запоминающимся и очень стильным. Теперь несколько слов о том, что сейчас на мне. Когда мне предложили выбрать несколько вещей на сайте СЛИРа, я подумала, что вот этот свитер так неплохо может писаться в осенне-зимний гардероб. Он как бы интересный и может быть более нарядным. Но когда он ко мне приехал, девочки, это нечто. Его можно носить несколькими способами. Мне больше всего нравится именно так. Но я понимаю, что каждый день так не походишь. Но открытые плечи и ключица, это как-то прям незаконно красиво. И я собираюсь реально так ходить. Вы можете поднять этот свитер и прикрыть плечи, если вам очень холодно. Но сзади все равно будет видна спина. И это смотрится настолько утонченно. Этот свитер просто безгранично элегантный. У меня даже не хватает слов для того, чтобы описать свой восторг по поводу образа, который у меня получился. И сказалось бы, таких классических, довольно простых вещей. Но все-таки модных. Потому что на мне кюлоты, которые сейчас очень и очень актуальны. Ботинки, чулки и сумочка. И так можно идти и на день рождения, и куда-то на праздник. И на работу, если так поскромнее его надеть. И на свидание. И в кино. И на кофе с подругой. И вот этот образ, это просто олицетворение того, как мне хотелось бы выглядеть. То есть это такая, знаете, элегантная простота, которая не требует дополнительных аксессуаров, каких-то ярких деталей. Но это тот образ, в котором мне максимально комфортно. Это, наверное, ненормально, когда ты говоришь о чем-то. У тебя прям, знаете, дрожь по телу. Но очень понравилось. И да, этот свитер я буду носить и с джинсовой юбкой миди, которую я недавно показывала вам в предыдущем видео. И с остальными юбками миди. Вот этот свитер чудесный. У него качество тоже замечательное. И, девчонки, обратите на него внимание. Если вам не нравится белый цвет, он также представлен в других расцветках. Ну, прям фантастика, честное слово. Окей, нужно немножко успокоить свои эмоции. Это платье выбирали мне стилисты из Илыра. Это такая рабочая лошадка, как я люблю говорить на каждый день. Когда не знаешь, что надеть. Но это платье из плотного трикотажа. И когда тебе нужно куда-то бежать и хочется надеть что-то, но не с брюками. И вот это как раз классная вещь. Она выглядит достойно, как полагается для хорошей, качественной базовой вещи. И мне кажется, что у него хорошая длина. То есть, как бы мини, но не слишком коротко. И мне вот такие платьица очень нравятся с более грубой обувью. Или же, когда вот еще, знаете, не слишком холодно. Я обожаю носить такие платьица с какой-нибудь обувью типа лоферы. Или с какими-нибудь более интересными полуботинками, которые вы можете наблюдать в примерке. И вот это платье я собираюсь носить со своей баклажановой объемной курткой-дубленкой. Она тоже не всем нравится. Но вот это сочетание, знаете, чего-то такого простого и более интересного, что цепляет взгляд. Но мне кажется, смотрится интересно. Каждому свое я собираюсь носить именно так. Классная вещь. Следующее платье, которое выбрали для меня стилисты из Элира, имеет довольно яркий цвет. И сначала я немножко так побаивалась. Потому что я всегда избегаю таких насыщенных ярких цветов. Мне кажется, что они меня съедают. Я редко как-то ярко крашусь. Но благодаря тому, что у него настолько простой элегантный икрой, это платье смотрится классно. Я должна вспомнить о том, что вот такая модель трикотажного изделия будет очень хорошо смотреться на всех типах фигуры. Потому что она не обтягивает силуэт. То есть она не подчеркивает то, что нам хотелось бы скрыть. А иногда бывают модели, которые, ну вот надеваешь, казалось бы, на идеальную фигуру. И все равно. А тут немножко колготки пережимают. А тут слишком много воды кто-то выпил. Ну, в общем, вы знаете, когда идешь на работу, например, или тебе просто хочется расслабиться и вообще как бы не париться. Надеваешь такое платье и все схвачено. Девчонки, я даже пошла дальше. И мне показалось, что сумочка в карамельном цвете, такими интересными ручками с голубыми и серыми вкраплениями, будет смотреться очень оригинально с вот этим платьем. И благодаря аксессуарам вы можете вытянуть любую, даже самую, казалось бы, простую покрою вещь. Поэтому я решила показать вам сочетание карамельного и голубого цвета. Я не знаю, насколько это правильно стилистически, но мне кажется, что смотрится эффектно и опять-таки интересно. Видите, что мне сейчас нравится играться с какими-то вещами, которые у меня уже есть, которые у меня появляются. И напишите, какой образ вам понравился больше всего. Это еще не конец, но все равно. Мне всегда интересно ваше мнение, мне всегда они сходятся с моими. Но все равно у нас с вами тут происходит такая здоровая дискуссия. И, конечно же, для того, чтобы каким-то образом поддержать вот этот карамельный цвет, я надела лодочки. И вот это платье я буду носить со своим любимым серым пальто. Едем дальше. SLIRA прислали мне хит их продаж. Это очень теплое платье, которое у меня уже есть. Я с удовольствием его ношу, когда за окном холодно. Я помню, что здесь в составе точно есть шерсть и кашемир. И, девочки, это платье туника. Все зависит от того, какой у вас рост. Но я очень люблю носить это платье с грубыми такими байкерскими ботинками, с кожаной курткой. Это платье настолько теплое, что в примерке я просто не могла надеть пальто. Вы уж меня простите. Но вот такое платье служит мне верой и правдой уже год. Оно не скатывается. Кстати, я очень боюсь его испортить. Поэтому, когда мне хочется его освежить, я отношу его в химчистку. Но вы уж смотрите сами. Я думаю, что на сайте также указано, как правильно ухаживать за этими вещами. И вы знаете, так забавно, когда мне его прислали, я думала, что я буду носить его дома. В основном с какими-нибудь такими уютными, красивыми носочками. Но мне настолько его жалко, что я всегда надеваю его куда-нибудь на выход. Если вы довольно смелая девушка, то можете носить такое платье с ботфортами. Но мне больше всего нравится именно с плоским ходом. И последнее то, в чем вы уже могли меня видеть, это очень удобный спортивный костюм, который я с удовольствием надевала в горы. Он уже не шерстяной. И так как у нас еще не наступила настоящая осень, холода, это вот самый идеальный вариант, если вам все колется, вам во всем жарко. Но вы хотите, чтобы вам было очень-очень удобно. И, по-моему, этот костюм есть в нескольких цветовых вариантах. Но мне почему-то захотелось именно синий. Он настолько классно смотрится и с бордовым, и с каким-нибудь белым. Ну, со всеми такими, знаете, базовыми цветами. И этот костюмчик мне понравился тем, что, несмотря на то, что он трикотажный, он не растягивается до безграничности. То есть, смотрится очень аккуратно. Я просидела в машине в пробке 4 часа в одну сторону и 3 часа обратно. Ну, точнее, наоборот. И у меня вообще не вытянулись колени. Это показатель. И я также взяла себе на размер больше. Ну, то есть, у меня, по-моему, все в размере S. Я все, опять же, укажу в инфобоксе. И да, мне нравится, что этот костюм сидит свободно. И он такой, знаете, казалось бы, тоненький. Ну, то есть, не делает нас более объемными. Но все равно он ни в коем случае не просвечивается. То есть, это плотный трикотаж. Я думаю, что даже со стороны это видно. Очень классная вещь. Ну, не вещь, а комплект. И, девчонки, как обычно, у нас с SLIRA для вас замечательный конкурс. Условия участия самые-самые простые. Потому что вам нужно выбрать интересующую вас вещь на сайте SLIRA. Что-то, что вам понравилось больше всего. И оставить любой комментарий. Конечно же, мне будет приятно, если вы подпишетесь на канал. Поддержите меня пальчиком вверх. Потому что я очень старалась, чтобы вся вот эта вот примерка была наглядной. И максимально полезной для вас. Для того, чтобы вы смогли рассмотреть какие-то детали изделий. И, конечно же, у нас международный конкурс. Как долго он продлится, я еще не уверена. Но обязательно напишу все, опять же, под видео. Спасибо вам огромное за внимание, за поддержку. За то, что вы со мной. За то, что интересуетесь моими поисками стиля. Потому что я даже не могу сказать, что у меня есть какой-то определенный один. Который можно описать какими-то конкретными словами. Назвать его как-то. Но мне сейчас очень интересна эта тема. И спасибо, что разделяете этот интерес со мной. Все. Всем спасибо за внимание. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok